для холодца я всегда беру свинную голяшку то что побольше но из нее убираю все такие от шкурки вот их обрезала и также берем либо петушка либо у меня здесь индоутка или индоут не знаю общем все это нам нужно залить водой и чтобы постояла хотя бы полчасика чтоб лишняя кровь это все в общем вымочить нам нужно мясо уже вымочилась добавляем морковь здесь уже по желанию но мне нравится именно такой вкус бульона лук репчатый также добавляем лавровый лист душистый перец и перец горошком затем все это нужно залить водой обязательно холодной и нужно считать сколько литров воды у нас уйдет и вода должна покрыть полностью все наше мясо теперь нам нужно добавить соль мне нравится когда соль добавляет прямо в бульон сразу же не после того когда он закипит из расчета на 4 литра воды у нас идет одна столовая ложка с горкой соли у меня здесь 7 с половиной поэтому у меня будет одна с горкой столовая ложка соли одна без помните что вы солите концентрированный бульон он должен касаться чуть пересоленным иначе будет не соленый а не соленый не вкусный и еще одну и оставляем на огонь до закипания я думаю все хозяюшки знают что при варке бульона нужно снимать весь накид для того чтобы был чистый красивый бульон холодец варится уже 6 часов варился под крышкой обязательно под крышкой потому что если будете варить под открытой крышкой будут выходить все полезные вещества как проверяем холодец на наличие застынет он у нас или нет берем обычную ложку до конца и до дна затем даем остыть ложки и сухими пальцами нам нужно взяться за ложку и оно должно вот липнуть если же не липнет вот липнет если же не липнет еще пару часиков нужно повариться но если же у вас нет времени можете добавить желатин но это уже будет не холодец а заливное выловили все мясо все отделяется от косточек теперь ждем пока она остынет и будем разбирать я наверно в этом плане не сильно экономная косточки шкурки хрящики вот это все я не кладу холодец это все у меня идут животным нам нужно сверху у нас жир буквально вот я его снимаю первым слоем отправляю баночку но потом застынет можно будет добавлять либо для жарки тушения кто как любит остальное процеживаю через сито мясо разделили на волокна перемешали чтоб и утка и свинина у нас были в равных пропорциях готов бульон но на нем такая вот есть пленочка ее можно убрать деревянной шпажкой от суши без разницы а можно сделать вот обычными салфетками и убираем бульон получается прозрачный красивый если же у вас мутный получился бульон просто добавьте немножко лимонного сока для того чтобы он не был мутным нужно варить на медленном огне затем берем емкость тарелочки где будем собирать наш холодец и выкладываем не утрамбовывая наше мясо до половины затем все это аккуратно заливаем нашим бульоном если кто любит чеснок я просто его не сильно люблю холодцы можно сверху бульона выдавить свежий чеснок либо же за полчаса до окончания варки самого холодца нашего добавить туда чеснок оставляем до полного остывания потом можно отправлять в холодильник холодец на застыл сверху у меня конечно и все убрала жир немножко такой белый но это не на всех